Хабаровчане представят Россию на первенстве мира по танцевальному спорту. Это право Анастасия Полонская и Данила Мазур получили благодаря победе на всероссийских соревнованиях. Кроме этого, за плечами спортсменов еще одно достижение – третье место на чемпионате Европы. По аэропорту победителей встретили родственники и тренеры. Все турниры, которые прошли в течение этих четырех недель, просто супер, потому что два чемпионата России, первенство Европы. Очень круто. Настю в четыре года в танцевальный класс привели родители. Данила выходит на паркет шести. Сейчас парню 18, он закончил школу, а вот девушке в этом году предстоит сдать ЕГЭ. Спорт учебе часто мешает. Иной раз даже говорит мама, когда устает, «Настя, может быть, школу закончишь, все, нет уже». Но они, во-первых, уже втянулись в их жизнь. То есть они сами планируют, уже деток маленьких тренируют, тоже помогают в клубе. Поэтому танцы – это все для них и для нас. Ну, эмоции очень, особенно когда прямой эфир смотришь, ну, непередаваемо, очень тяжело. На таблетках сидим, на успокаивающих. Тренируются юные спортсмены не только в Хабаровске. Часто выезжают на сборы в Москву и за границу. На соревнованиях танцовщиков встречают по одежке. Каждый сезон необходимо шить новые костюмы. Стоимость одного – не менее 100 тысяч рублей. В воскресенье выходной. То есть шесть дней в неделю тренируются. Ну, часа по три, по четыре в день. Чемпионат мира по танцевальному спорту пройдет осенью в Молдове. Данила и Настя станут единственной парой, представляющей Россию. Анастасия Незнанова, Дмитрий Попуша. Хабаровск. События. Субтитры создавал DimaTorzok